Картинки из учебников, которые помогают малышам запомнить буквы и иллюстрации сказок, помогающие наяву представить сказочного героя, сегодня составили целую выставку в библиотеке Грина. Автор работ Андрей Крысов уже не один десяток лет иллюстрирует детскую литературу. Наш корреспондент Юлия Косолапова первой пообщалась с художником. Если это не учебник истории, то похожесть какого-то героя очень не настолько нужна. Там, допустим, заяц из учебника математики, из учебника биологии, это два разных зайца. Наполеон, который учит детей правилам, веселый бургер и клан индейцев с мушкетерами. Эти картинки сегодня можно встретить во многих учебниках по русскому языку для начальных классов. С виду совсем простые узоры, но они помогают детям быстрее запомнить сложные правила постановки ударения или написания предлогов. Все эти персонажи – плод воображения кировского художника Андрея Крысова. Русский язык, литература, история, музыка и не только учебники. Своими картинками он оживляет детские считалки и сказки. Есть определенного, скажем, характера иллюстраций, которые я в принципе не делаю. Но знаете, такие детские есть книжки, надутые такие очень, с маленькими, совсем маленькими детьми и детишками, любимые, которые уси-пуси, вот такое все надутенькое, с такими глазками, вот такого характера картинки. Я их просто не делаю, потому что они сами по себе не очень нравятся. С другой стороны, они у меня не очень получатся. Если работа не нравится, то художник не соглашается. Андрей Крысов считает, что без вдохновения персонаж не родится. Иллюстратор может похвастаться не только учебниками. В его коллекции есть и знаменитые произведения. Например, он создавал главных героев, книжки Киплинга, Рикки Тикитави, иллюстрировал одно из изданий книги Гауфа «Карлик Нос». Его персонажи никогда не похожи на те, что уже печатались ранее. Допустим, нужны собачки, идешь к кому-нибудь, у кого такая собачка есть, ее рисуешь. Сейчас проще в плане сбора информации. Допустим, я могу взять фотографию костра и нарисовать костер в книжку, потому что там какие-то детишки у костра сидят. Но если я в свое время рисовал сам, сидя у костра на бросок, то эти рисунки, они будут достаточно разные, потому как там определенные эмоции. Перед тем, как приступить к новой иллюстрации, Андрей Крысов обязательно читает произведение, чтобы представить образ героев. В работе он использует простые карандаши и бумагу. Набросок может переделывать несколько раз. Когда работа готова, в ход идет акварель. Гуашь слишком плотная для таких рисунков. В соседнем зале открылась еще одна выставка Демышева Александра. Все работы сделаны в стиле графика, но эти работы уникальны тем, что они многослойные. Если долго смотреть на картину, например, «Ты помнишь меня», можно увидеть сразу несколько объектов. Это люди, растения, птицы и насекомые. Если первая выставка понравится детям, то вторая больше рассчитана на взрослых. Ее нужно изучать не спеша, рассматривая каждый узор. Как создаются эти работы – тайна. Технология называется «Монотипия», что обозначает единственный оттиск. Найти похожие работы на выставке не получится. Посмотреть на эти картины можно в библиотеке Александра Грина.